В Карачаево-Черкесии завершились съемки документального фильма о народах России. В его работе участвовала съемочная группа продюсера и телеведущего программы «Россия. Любовь моя Пьера Браше» на канале «Культура». Чем привлекла его наша республика, расскажет Ольга Савенко. Съемочная группа Пьера Браше работала над документальными фильмами о народах России. Это проект Федерального агентства по делам национальности. До конца года планируется снять шесть фильмов. Асета, абазинах, бессермянах, бурятах, русских и мордве. Над каждым работает отдельная команда. В группе Анны Моисеенко выпала снимать абазин. Она работала в течение двух недель практически без выходных. Здесь огромное количество сюжетов и невероятных героев, которых было интересно снимать, поэтому просто мы не могли остановиться. Мы начинали очень рано, заканчивали очень поздно, и у нас не было никаких выходных. За две недели съемочная группа объехала все абазинские аулы. Побывала у фирмера Дормилова в Старокувинске. Узнала у мастера Зору Батакушенова, чем отличаются абазинские ножи. Совершила конный переход в Красном Востоке. Работы над проектом создатели фильма преследовали определенную цель. Не повторять общедоступную информацию, а показать абазин через их повседневную жизнь, интересных героев, которые в разных формах проявляют свою национальную идентичность. Мы ходили в конный поход, огромное было впечатление. Это как раз конный поход. Мы ночевали в бурках, в горах вместе с всадниками. Было очень интересно. Мы жили в доме, в семье фермера. Тоже несколько дней там провели, наблюдали за бытом. Снимали не постановочные какие-то вещи, а жизнь так, как она есть. Как абазины живут на самом деле. Это считайте, что реалити-шоу, можно если это назвать, не знаю. То есть вы живете своей жизнью, вы разговариваете, и за вами ходит камера. Она просто снимает все, что вы делаете. То есть на камеру никто не работал, никаких постановок не было. Конечно, съемочную группу покорили красота окружающей природы, гостеприимство и бесхитрость местных жителей. Удивила их и национальная кухня. Но больше всего поразила настойчивость, с которой абазины, этот малочистый народ, пытаются сохранить свою культуру, свою самоидентичность. Мы заметили очень много каких-то традиций, которые все еще сохраняются и передаются из поколения в поколение. Это нам было очень интересно, что есть какие-то правила, многие из которых для нас не были заранее понятны. И даже во время застолья какие-то существуют правила, кто когда говорит тост, кто когда должен встать или сесть. И мы постепенно это все осваивали. И вот, мне кажется, к сегодняшнему дню уже поняли, когда нужно встать, когда нужно сесть, когда нужно говорить или молчать. Премьера документовная фильма о народах России состоится в следующем году. Как пообещали создатели проекта, первыми зрителями фильма об абазинах станут жители Карачаево-Черкесии. Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия.